В этом ролике мы поговорим о таком явлении, как радиационное давление звука. Я не могу сказать, что мы разобрались с этим явлением до конца, но кое-что мы все-таки начали понимать. И в этом нам очень помогли обсуждения в комментариях на канале Геты Класс, в которых активное участие приняли Андрей Кузнецов и Михаил Поволодский, за что мы им очень благодарны. И для начала мы продемонстрируем вам это явление на следующей установке. Ее основу составляет ультразвуковой излучатель, который запитывается переменным напряжением с частотой 40 кГц. Предвинем к излучателю тонкую и легкую пластинку из пеноплекса. Подадим напряжение, и пластинка отклоняется на заметный угол. Выключим излучатель. Пластинка возвращается на место. А теперь давайте посмотрим, действует ли ультразвуковое излучение на пластинку на заметном расстоянии. Отодвинем пластинку и снова включим излучатель. И видно, что пластинка отклоняется, хотя и не так сильно. Выключаем. Пластинка возвращается на место и успокаивается. Этот эффект обнаружил в 1903 году Вильгельм Яковлевич Альтберг, ученик известного русского физика Петра Николаевича Лебедева. Излучателем звука в опытах Альтберга служила влажная стеклянная трубка, возбуждаемая трением. Чтобы радиационное давление стало заметным, звук должен быть очень громким, так что Альтбергу приходилось затыкать уши стеклянными шариками. Интенсивность звука в наших опытах даже больше, чем в опытах Альтберга. Но поскольку это ультразвук, мы его не слышим и нам не приходится затыкать уши. А теперь я хочу сделать одно существенное замечание. Когда мы говорим о звуковом давлении, мы должны различать два разных явления и два разных понятия. С одной стороны, излучатель посылает звуковую волну, которая колеблется 40 тысяч раз в секунду. И конечно же, эта звуковая волна заставляет колебаться пластинку с такой же частотой. Но эти колебания очень малы по своей амплитуде, потому что пластинка не успевает разгоняться из-за своей инерции. А видим мы постоянное отклонение под действием постоянного, а не переменного давления. И именно это постоянное радиационное давление мы и обсуждаем в нашем ролике. Но конечно, полезно будет представить себе, как происходит движение воздуха при распространении в нем бегущей звуковой волны. На этой анимации видно, что в сгущениях частицы движутся в одном направлении с волной, а в разрежениях в обратную сторону. И может показаться, что частицы в среднем движутся в ту же сторону, что и волна. Но присмотритесь к частице, выделенной красным цветом. Она совершает периодические колебания, в среднем никуда не смещаясь. И остальные частицы ведут себя таким же образом. И выясняется, что в этой картинке найти причину возникновения радиационного давления звука невозможно. Для этого требуются гораздо более тонкие рассуждения. Чтобы понять, почему эти рассуждения должны быть более тонкими, поговорим о величинах давлений. Мы взвесили пластинку и по углу отклонения нашли силу, которая на нее действует. А зная площадь, нашли радиационное давление. Оно оказалось примерно равным одной десятой паскаля. В миллион раз меньше атмосферного давления. Затем мы заглянули в справочник и узнали, что на таких расстояниях этот излучатель создает акустическое давление порядка 100 паскалей. Теперь смотрите. Получилось, что акустическое давление в тысячу раз меньше атмосферного. А радиационное давление в тысячу раз меньше акустического. И физики говорят, что радиационное давление является эффектом следующего порядка малости по сравнению с акустическим давлением. И мы задумались, за счет чего же все-таки создается радиационное давление звука. Может быть, в звуковой волне за счет эффекта второго порядка возникает воздушная струя. И именно она отклоняет пластинку от положения равновесия. Давайте проверим это на опыте. Мы вставили в рамку ткань, предполагая, что такой экран пропустит ультразвук, а воздушную струю остановит. Включим излучатель, и пластинка отклонилась. А теперь посмотрим, что произойдет, если поместить экран между излучателем и пластинкой. И мы видим, что угол отклонения пластинки практически не изменился. Так что похоже, что излучатель не создает воздушной струи. И понятно, почему так получается. Точно так же, как акустическое давление в тысячу раз меньше атмосферного, так и скорость колебаний частиц воздуха в тысячу раз меньше скорости звука. Тогда скорость струи, которая является эффектом второго порядка, будет еще в тысячу раз меньше, то есть в миллион раз меньше, чем скорость звука. Что составляет одну треть миллиметра в секунду. А скоростной напор ρw в квадрате пополам будет в миллион раз меньше радиационного давления. То есть это будет величина четвертого порядка малости, которую мы ни в каком эксперименте наблюдать не сможем. Так что радиационное давление создается не струей, а самой звуковой волной. Но как же это происходит? Чтобы разобраться с этим, рассмотрим ситуацию, когда звук излучается не постоянно, но отдельными волновыми пакетами, длина которых, конечно же, должна быть заметно больше длины звуковой волны. И понятно, что такой пакет движется со скоростью звука. Выделим какую-нибудь частицу воздуха. Пока волновой пакет проходит мимо этой частицы, она колеблется вперед-назад со скоростью v-акустическая. Я ее рисовать не буду. А за счет эффектов второго порядка частица смещается вперед со скоростью w. Направленный импульс, который несет пакет, равен плотности воздуха, умноженной на скорость w, это импульс на единицу объема, умножить на объем пакета, то есть на его длину и поперечное сечение. Пусть на пути пакета стоит поглощающая стенка. Когда стенка поглощает пакет, на нее действует сила, равная импульсу пакета, деленному на время взаимодействия. А чтобы найти давление, надо силу поделить на площадь. И площадь числителя и знаменателя сокращается. Делаем последний шаг. Время, за которое пакет поглощается стенкой, это длина пакета, делить на скорость звука. В результате l тоже сокращается, а c идет в числитель. И мы получаем, что давление равно плотности, умноженной на скорость второго порядка w и на скорость звука. Вот у нас и получилось, что радиационное давление является величиной второго порядка малости, как и показал наш опыт. Но как сказал Роберт Бейер в своей статье 1977 года, радиационное давление это такое явление, о котором наблюдатель лишь думает, что он его понимает. Временами, да и то ненадолго. В наших опытах мы имеем дело не с волновыми пакетами, а со стационарным излучением. И тогда в звуковой волне воздух медленно движется от излучателя в сторону пластинки со скоростью второго порядка малости, той самой 1,3 мм в секунду. Тогда снаружи воздух должен возвращаться назад к излучателю. Но что получится, если мы приставим к излучателю рупор? Ведь теперь воздух не сможет вернуться назад к излучателю. Будет ли при этом пластинка внутри рупора отклоняться радиационным давлением? Чтобы проверить это, мы сделали еще один опыт. Мы вставили излучатель в прозрачный рупор. А внутри рупора подвесили на ниточке маленькую пластинку. Включаем излучатель и пластинка отклоняется. Выключаем, пластинка возвращается в прежнее положение. Но теперь внутри рупора потока воздуха точно нет. Так что же теперь давить на пластинку? Ваше соображение на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.